Друзья, пожалуй, начну с экстремального совета. Заведите собаку. Не гарантирую, что ваша собака будет будить вас ровно в 5 утра. Может, немного раньше или позже, но она точно вас разбудит. Как вы видите, у меня просто нет шансов. Она хочет гулять, у неё есть свои дела. Так что она меня будит щенячьими поцелуйчиками. Сегодня способы, которые помогут просыпаться в 5 утра. Следующий совет. Просыпайтесь под это, а не под это. Да, в вашем телефоне есть будильник, но в эту штуку не приходит оповещение, и она не будет мешать вам спать, как телефон. Я знаю, что многие из вас проигнорируют предыдущий совет, поэтому вот вам ещё один перед сном. Зайдите в настройки и включите режим полёта на телефоне, чтобы вам не просыпаться посреди ночи от входящих сообщений и звонков. Следующий совет. Это запишите мотивирующее сообщение, чтобы оно вас разбудило. Итак, Тони, подними свою ленивую задницу с кровати прямо сейчас. Это работает. Следующий совет очень важен. Тут всё ясно, это никак вам не помогает. Вам надо поспать минимум 90 минут, чтобы закончить цикл и отдохнуть. Дополнительные 10 минут никак вам не помогут. Следующий совет вроде бы простой, но многие не следуют ему. Это идти спать в определённое время. У меня это время 9 вечера. Конечно, вы скажете, «Антонио, и быть не может, я иду спать не раньше 12 ночи». Не надо повторять за мной и ложиться спать в 9. Просто надо понимать, что время подготовки ко сну начинается за 2 часа до, и у меня это время 7 вечера. Просто у меня 4 ребёнка, и надо сделать много всего. Надо почистить зубы, прибраться, навести порядок и собраться на завтра. Это занимает 2 часа. Именно столько нужно, чтобы уложить 4 детей и прибраться в доме. Итак, следующий совет, всё очень просто. Не делайте паузу. Как вы видите, в декабре я просыпался каждое утро и шёл в зал делать тренировку. Вам тоже лучше завести такую табличку. Конечно, будут тяжёлые дни, когда вам будет трудно или лень. Но вы не захотите прерывать поток. Далее, повысьте качество сна. Звучит просто, но как это сделать? Не пейте алкоголь перед сном. Не пейте кофе вечером. Когда ложитесь спать, убедитесь, что в комнате темно и нет никакого света. Даже маленький ночник может всё испортить. В полной темноте сон намного лучше. Следующий совет поможет нам лучше понять силу света. Как его присутствие помогает нам проснуться, а когда полная темнота, мы хотим спать. Итак, в течение дня необходимо заряжать себя солнечным светом. Проводить на солнце как минимум один час. Вторая часть света – это понять, когда же следует сокращать количество света. Примерно за два часа до того, как пойти спать, уже надо сокращать количество света. Как же насчёт синего света, который исходит от экранов телефона и компьютера? За два часа до сна следует исключить эти приборы. Следующий совет, на мой взгляд, самый важный и эффективный. Необходимо завести себя доверенного партнёра. Мы с сыном каждое утро ходим в зал. Поэтому я просыпаюсь утром, потому что он просыпается утром, и я не хочу подставлять своего сына. Мы просыпаемся и отправляемся в зал рано утром. А если этого недостаточно, то тренер Стив ждёт нас в зале. Далее необходимо декларировать вещи, от которых вы уже не сможете отказаться. Я обещал каждое утро в 7.15 готовить завтрак. У меня есть 4 маленьких человека, которые знают, что папа приготовит им завтрак. Поэтому у меня нет других вариантов, кроме как встать утром пораньше и начать делать свои утренние дела по порядку. Это приводит нас к следующему совету. Разбивайте ваше утро на мелкие детали, так, чтобы вы знали, что вы делаете и когда. Поэтому утром, когда я только встаю, я выпиваю большой стакан воды. Потому что, выпив воды, даже если я усну, я всё равно проснусь. Затем я пью кофе с моей женой. Нам нравится проводить утро вместе и разговаривать. После этого я отправляюсь в зал на тренировку. Мой сын уже выгулил собаку к этому времени, поэтому мы едем вместе с ним в зал. У нас тренировка где-то с 6 до 7, и в 7.15 я уже дома готовлю завтрак. Следующий совет мне очень нравится. Я былую себя по утрам двумя вещами. Вкусным кофе и горячей ванной. Кофе я варю волшебный. У меня есть специальный кокосовый крем. Поэтому я каждое утро в ожидании кофе. А после тренировки меня ждут 15 минут кайфа в горячей ванне. У меня условия. Как только я вошел в зал, значит я заслужил горячую ванну. Продолжение следует...